Здравствуйте! В эфире новости Тегил ТВ в студии Анна Кизилова. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Долой борщевик Сосновского депутаты городской думы рассмотрели вопрос об уничтожении ядовитого растения с обочин дорог. Месяц здоровой почки. Сотрудники нефрологического центра Демидовской городской больницы обследуют и консультируют тагильчан в рамках акции. Турнир по плаванию ко дню рождения Дворцу водного спорта Уралвагонзавода исполнилось 40 лет. Будет ли удаляться с обочин дорог ядовитое растение борщевик Сосновского и какова ситуация с ремонтом моста на Циолковского? Вопросы, которые рассмотрели депутаты на заседании комиссии Нижнетагильской городской думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. Подробнее расскажем в следующем материале. Уничтожение ядовитого борщевика согласно муниципальному контракту на эксплуатационное содержание улично-дорожной сети ведется в очагах его произрастания. Это придорожная территория улиц Калинина, Зари и Круговой. В прошлом году обработка химическим реактивом, вырубка корневищ и искашивание растений производилась на площади более 10,5 тысяч квадратных метров. В этом году у нас новый контракт будет действовать с 1 июля 2022 года по институционному содержанию. Там также у нас работы по ликвидации борщевика включены. Результат мы получим, наверное, только через год-два при ежегодном проведении этих работ. Ремонт участка дороги по улице Октябрьской революции и моста через железнодорожные пути по улице Цолковского ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К сожалению, подрядной организации «Уралстроймонтаж» не удалось уложиться в первоначально установленные сроки. Предварительно ей был вводен аванс в размере 315 миллионов рублей, на которые производились работы и закупались необходимые материалы. Удалось реализовать перекладку самого путепровода, подпорных стен, подъем дорожного полотна и строительство очистных сооружений. Выполненные мероприятия позволили в конце года открыть движение через путепровод. При поддержке правительства Свердловской области и городской администрации удалось решить финансовые проблемы, возникшие у подрядчика в начале года. В частности, снят запрет налоговой службы на распоряжение деньгами на расчетном счете. Основные работы второго этапа планируется провести в мае-июне. В июле объект должен быть сдан. С марта по апрель целый месяц здоровой почки. В третий раз Демидовская городская больница проводила эту акцию. Сотрудники нефрологического центра обследовали и консультировали тагильчан. Как оказалось, треть из обратившихся своевременно пришли к врачам. В диализный центр на улице Фрунзе Наталья приехала с другого конца города. Живет она на вагонке, работает электромонтером на Уралвагонзаводе. Об акции «Здоровая почка» узнала на одном из городских информационных порталов и решила не упускать возможность. Решила провериться, потому что УЗИ не каждый день делаешь, тем более бесплатно. Все-таки это стоит дорого. А если нет причин, ты не пойдешь делать. Записалась на прием через сайт регистратура 96, выбрала удобный день и вот приехала на обследование и консультацию врача-нефролога. Даже сама удивилась, пришла пораньше, потому что я с вагонки, приехала пораньше и сразу взяли, сразу все анализы сдала и все. И на УЗИ сразу. То есть совсем времени не потратила. Не сидела, не ждала. Пенсионер Игорь Карпунин обратился в диализный центр по медицинским показаниям. Сдача анализов, прохождение УЗИ, все это заняло минут 15. Акции нужны безусловно, потому что проблемы с почками довольно у многих людей, насколько я знаю. А насколько это действенно, покажет результат после прохождения всех обследований, после назначения лечения. Ежегодно во Всемирный день почки в Демидовской больнице начинается акция, которая так и называется «Здоровая почка». Ее задача – привлечь внимание людей к собственному внутреннему миру. Человек может и не знать, что у него уже проблемы. Это потом начинает болеть поясница, в боку колет. И уже медицинское обследование помогает выяснить причины. Иммунологические нарушения, инфекция очень часто встречается, мочекаменная болезнь, кисты в почках. В последнее время очень часто ко мне именно на прием с мочекаменной болезнью приходят. То есть даже не знаю, что унесить в камешке в почках. Или кисты тоже спрашивают, что делать. В некоторых паника, не знаю, откуда обратиться. У меня на прием приходят где-то 5-6 человек каждый день. В основном приходят те, кто просто интересуется своим здоровьем, хочет провериться, с целью профилактики какие-то, рекомендации получить от нас. Но бывают и редкие находки, когда уже видим признаки тяжелой почтной недостаточности. Но это единицы. И направляем на госпитализацию, на дальнейшее обследование. Акция в этом году отличалась от предыдущих. Электронную запись ввели специально, чтобы снизить риски заражения ковидом. В день планировали принимать по 10 человек, но иногда получалось и по 12-14. Всего в течение месяца 286 человек записались и прошли обследование. 31% пациентов, это чуть больше 70 человек, взяты на диспансерный учет. И порядка 12%, что составило 33 пациента, направлены на госпитализацию в нефрологическое отделение. С той целью, что этим пациентам требовалось уже дальнейшее, так скажем, углубленное обследование и назначение лечения в ближайшие дни. В основном выявляли это воспалительные заболевания почек, различные нефропатии различного генеза и осложнение сахарного диабета со стороны мочевой системы. Даже после завершения акции «Здоровая почка» у каждого горожанина или жителя пригорода есть возможность пройти обследование, подвел итог главный врач. Для этого необходимо обратиться к своему участковому. В Нижнетагильском цирке поставили сразу несколько рекордов. Сделали это артисты в свой профессиональный праздник – Всемирный день цирка, который ежегодно отмечается в третью субботу апреля. Трюки по-новому на манеже исполняли не только люди, но и животные. Чем удивляли, увидела и готова рассказать наш корреспондент Анна Дик. Аттракцион с белыми тиграми само по себе явление редкое, что уж тут говорить о становлении рекордов. Но подопечные Алисы Нестеровой и Алексея Поручаева Еремей не из слабаков. Он стал первым, кто выполнил команду «Ауф» – это движение назад на задних лапах, но без участия дрессировщика. Еремей у нас очень дисциплинированный и бесконечно талантливый артист. Если ему ставят какую-то задачу, он с ней стабильно справляется. Потому что у нас еще есть четыре девочки и один мальчик, которые раз через раз, а умея все систематично, если ему ставят задачу, он, правда, берет и исполняет ее. Пока не исполнит, он любит все делать четко, правильно. Он у нас самый дисциплинированный артист. И поэтому для нашего первого рекорда, естественно, был выбран Еремей. Сегодня просто положили ковер. Мы обычно репетируем без ковра, поэтому сегодня были дополнительные сложности. Поэтому огромное спасибо ему за то, что он справился, потому что запахи новые, разные. И очень много отвлекало, но тем не менее он справился. Еще один рекордсмен – носорог. Для него стояла задача преодоления непривычной высоты. Барьер, на который он обычно встает, подняли выше на 10 сантиметров. Казалось бы, все просто, но не для животного массой 2,5 тонны. Тем более, что муфуньян в своих вкусах достаточно консервативен. Даже по поводу вот этого барьера, для нас это большой риск, потому что он не сразу оценивает ситуацию. Для него оценка ситуации может произойти для меня на следующей неделе. И как вот этот вот рекорд нам не скажется, и вообще на наших выступлениях мы его узнаем на следующих выступлениях. Если у животных все зависит от настроения, то людям иногда приходится ставить рекорды, пройдя через страх и риск. Акробаты выполняют трюк впрыжка без страховки и рассчитывают летом подавать заявку в Книгу рекордов Гиннеса. В тренировке, тренировке, тренировке. Но все равно это страшно. Когда приходит время, уже просто идешь и делаешь. Его никто не делает, и он по сложности очень сложный. То есть, среднему надо еще запрыгнуть в это время, когда летит верхний. То есть, это очень сложно. Четвертый нестандартный трюк сделали тоже акробаты. На этот раз на качающейся платформе. Обычно затяжное сальто выполняют на высоте 8 метров. Сегодня подняли планку 10 метров. Рекорды в Нижне-Тагильском цирке впервые ставили в свой профессиональный праздник. Так как все-таки цирк – это всегда что-то, что показывает преодоление любых, наверное, даже физических норм, к которым привык человек. Поэтому рекорды – это наше все. Просто как-то мы раньше не всегда этим занимались. А сейчас компания «Росгусырк» запустила эту акцию по всем циркам России. Награждали цирковых рекордсменов рекордсмены спортивные, мастер спорта России по гиревому спорту Сергей Бестужев и участники регионального объединения уличной гимнастики «Стойкие». Для маленьких гостей в праздничный день тоже был подарок – разные интерактивные площадки. «Росгусырк» Сотрудников Нижнетагильского цирка с профессиональным праздником приехал поздравить глава города Владислав Пинаев. Желаю всего самого-самого наилучшего. Но сегодня хочу сказать слова благодарности, искренней благодарности за ту работу, которую вы делаете, за ту радость, которую вы дарите людям, дарите дагильчанам, дарите гостям города. И я не по насыжке могу сказать, что попасть на представление в наш цирк мечтают многие-многие жители нашей области. Здоровья вам, благополучия, процветания, новых красивых выступлений, новых творческих успехов и всего еще раз самого-самого наилучшего. Во Всемирный день цирка главе города и воспитанникам детского дома провели экскурсию по закулисью, показали сценические костюмы и рассказали, в каких условиях содержатся животные. Заключительные спектакли, на которых вживую можно будет увидеть белых тигров и носорога, состоятся в эти выходные. Юный взгляд на привычные места. В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась ежегодная городская выставка детского моментального рисунка «Рисуем любимый город». Ее традиционно проводят в рамках краеведческой игры «Я тагильчанин». В этом году уже в 55-й раз. Ученикам начальных классов нашего города предложили за 45 минут изобразить фантазию на тему «Нижний Тагил. Истории из прошлого и настоящего». Лучшие работы представили в залах музея. «Хотелось бы словами посвящения, словами благодарности обратиться к вам, дорогие вашингтонные художники, и поблагодарить вас за вашу любовь к искусствам, за вашу любовь к родному городу. Поблагодарить преподавателей, которые ежедневно вкладывают на все свои знания, всю стилю, все, что умеют своих учеников. И, безусловно, поблагодарить музей изобразительных искусств, которые являются единственными организаторами выставки уже 55 лет. Любой рисунок, поднос, поделки из дерева, из-под кимаше, вот расписанные костюмы в технике, такой очень близкой к росписи подносов. Все это сделано с любовью. Из-за этого большое спасибо. Всего в конкурсе приняли участие более тысячи школьников. Их рисунки – это пейзажи, исторические места, легенды, мифы, интересные факты, предания, связанные с историей и людьми нашего города и многое другое. 40-летие отмечает дворец водного спорта «Уралвагонзавода». Это единственный в Нижнем Тагиле 50-метровый бассейн. К этой дате приурочили турнир по плаванию, в котором приняли участие спортсмены из городов Свердловской области. Подробности далее. Турнир по плаванию состоялся во дворце водного спорта «Уралвагонзавода». Соревнования приурочены к 40-летию спортивного сооружения. В торжественной церемонии открытия принял участие глава города Владислав Пинаев, который является мастером спорта по плаванию. Во дворце водного спорта «Уралвагонзавода» единственная в Нижнем Тагиле 50-метровая ванна с 8 дорожками. Для тренировок условия хорошие. Чуть-чуть под стандарты не попадает, чтобы соревнования более высокого уровня проводить. Поэтому надо строить полтинник в Нижнем Тагиле полноценный, хороший. К универсиаде объекты построят. Будем уже думать по полтиннику в Нижнем Тагиле. В соревнованиях приняли участие более 300 атлетов, представлявших 15 команд Свердловской области. Возраст пловцов 13-17 лет. Также на старт вышли ветераны старше 35 лет. Среди почетных гостей заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион мира и Европы, участник Олимпийских игр Юрий Прилуков. Воды не так много вообще и в России, и в области, и в Нижнем Тагиле. И это прямо огромный хороший ресурс, ресурс получения здоровья, ресурс любви к спорту, ресурс хорошего настроения. Я думаю, что такой спортивный объект в Нижнем Тагиле может и должен быть центром притяжения. Во дворце водного спорта Уралвагонзавода тренируются спортсмены школы и клуба «Спутник». Проводятся соревнования. Организовано обучение плаванию. Ежегодно бассейн посещают более 100 тысяч человек. Это один из 12 социальных объектов в Дзержинском районе, который поддерживает предприятие. Далее актуальная тема. Гость в студии, заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров. Не переключайтесь.